На встрече жителей микрорайона, возведенного еще в середине прошлого века, компания-застройщик ЗАО «Юнитекс» представила план застройки территории. Площадка ограничена вторым первомайским проездом улицами Пионерской, Ивановой и Центральной в Щелкове. По расчетам инвесторов, микрорайон будет перестроен за короткие пять лет. Последнее слово осталось за региональными властями. Я долго подбирался к этому этапу, когда мы выходим на строительную площадку. Вся оформительская документация решена. Губернатор на строительном часе поставил задачу выходить на строительство в этом году. Два дома, по-моему, переселяет и на первый дом выходит сюда. В 2002 году администрация района попыталась решить жилищный вопрос тысячи семей для Нио Воронка. Заключила контракт с Московской областной инвестиционно-строительной компанией под управлением ЗАО СУ-155. В пяти новостройках получили квартиры очередники из девяти ветхих домов по улице Пионерской. Банкротство компании приостановило расселение на долгие шесть лет. Впоследствии администрация района передала права на застройку ЗАО Юнитекс с условием, что эта компания до 2020 года расселит 91 многоквартирный дом с 40-х годов постройки, 87 из которых признаны ветхими и 4 аварийными. Эти четыре дома номер 32 по улице Пионерской, номер 11 и 14 по Первомайской и дом номер 4 по первому первомайскому проезду. Как обещали власти, будут расселены первыми. На Василии отметят 39 семей. Для них застройщик выкупит квартиры в новых домах. График расселения будет составлен после утверждения на градостроительном совете Московской области проекта планировки застроенной территории. В администрации заверяют, жителям не придётся переезжать на другую часть города. Им предоставят квартиры в этом же микрорайоне. С администрацией была составлена дорожная карта, по которой мы работаем, в рамках которой мы работаем и стараемся исполнить все временные рамки по данному согласованию данного проекта, чтобы выйти нам на площадку и начать строить. Сроки в дорожной карте поставлены сжатые. Уже в апреле следующего года на месте ветхого дома строители должны приступить к заливке фундамента первой 17-ти этажки. Седьмой микрорайон будет полностью перестроен в ближайшие 4-5 лет. Найден застройщик. На сегодняшний день мы очень ждём утверждения на уровне Московской области проекта планировки территории седьмого микрорайона. По контракту, помимо квартир, новый застройщик обязан передать муниципальную собственность не менее 3,5 тысяч квадратных метров нежилых помещений социального значения. Это поликлиники, пункты охраны правопорядка и отдельные здания под размещение военкомата. Сроки сдачи во многом будут зависеть от благоприятной финансовой обстановки в регионе и в Щёлковском районе. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково». Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково» 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 «Щёлково».